Иван Ильич Слостин, не столь широко известный, как многие другие, конструктор-оружейник, около 12 лет. Своей жизни посвятил созданию, и, отработке многоствольных пулеметов высокотемпной стрельбы, конструкция которых была основана, в отличие от систем Гатлинга, не на внешнем приводе, а на принципе отвода пороховых газов. Первый образец такого восьмиствольного пулемета с отводом газов через надульник на каждом отдельном стволе проходил испытание еще в 1939 году. Он разрабатывался как вооружение для самолетов, как средство ПВО, и, для борьбы с пехотой противника. На испытаниях был зафиксирован темп стрельбы в 3300 выстрелов в минуту, но при разогревании после отстрела стандартной ленты в 250 патронов из-за расширения стволов, и, увеличения вредного сопротивления при их вращении, пулемет отказывал в работе. Кучность стрельбы тоже оставляла желать лучшего, но для такого типа оружия, оружия шкувального огня, она была в принципе достаточно. Начавшаяся война не позволила завершить весь цикл испытаний, но в 1946 году были снова проведены испытания 7,62 мм восьмиствольного пулемета «Сластина», но на них был представлен пулемет уже совершенно новой, переработанной конструкции, отличающийся от пулемета образца 1939 года. Пулемет «Сластина» представляет собой оружие с вращающимся блоком стволов под патрон 7,62х54 мм. Это есть автоматическое оружие с восемью, последовательно стреляющими стволами, работа автоматики которого основана на отводе пороховых газов через специальный поперечный канал в стволе. Пулемет представляет собой оружие шкувального огня и может применяться для борьбы с живой силой противника, для борьбы с небронированными и легкобронированными целями, а также как зенитное средство. Пулемет представляет собой оружие с восемью стволами, которые соединены между собой передней и задней муфтами таким образом, что узел стволов в сборке является собой барабан, в котором каждый отдельный ствол может перемещаться в продольном направлении. На каждом стволе имеется газовая комора, и, газовый поршень, и, с их помощью производится передача импульса пороховых газов для совершения цикла работы автоматики. Газовый поршень каждого ствола помещается в газовую комору ствола, который находится рядом с ним так, что между всеми стволами получается замкнутая цепь. Сборка стволов размещается на оси, концы которой находятся в подшипниках затыльника, и, передней стойке. С помощью этих подшипников стволы вместе с муфтами совершают вращение. На основании пулемета, и, на крышке выполнен копирный паз, по которому двигаются ролики, расположенные на шипах стволов. На заднем подшипнике пулемета вращается специальная зубчатка связанная со стволами. На ней имеется наружный, и, торцевой зуб. С помощью наружного зуба двигается патронная лента, а торцевой зуб производит взведение, и, спуск ударника при автоматической стрельбе. В затыльнике оружия размещается ударник, боевая пружина, и, боек. В конструктивном отношении система не имеет затвора как такового, запирание канала ствола производится упиранием ролика ствола в стенку паза основания. В подготовленном для стрельбы пулемете патрон полностью помещен в патронник, и, осуществлено запирание канала в нижнем стволе пулемета. В это время капсюль патрона находится против бойка, а ударник взведен, и, удерживается шепталом. В ходе работы автоматики стрельба ведется из ствола, который становится после поворота барабана стволов в нижнее положение. Для начала автоматической стрельбы при нажатии на гашетку ударник освобождается от шептала, и, под действием боевой пружины начинает двигаться вперед, нанося удар по бойку, который разбивает капсюль. Газы, идущие вслед за пулей по стволу, проходят через отверстие в газовый поршень стреляющего ствола. На газовый поршень стреляющего ствола в это время надета газовая комора соседнего с ним ствола, расположенного справа от стреляющего. За счет движения этого соседнего ствола вперед происходит поворот всего барабана против часовой стрелки, вследствие чего он является как бы ведущим в работе всей системы. Ролик ведущего ствола при движении ствола вперед движется по копиранному пазу основания, и, заставляет тем самым весь барабан стволов вращаться вокруг продольной оси. При этом стреляющий ствол смещается, и, становится на место ведущего ствола, а на его место приходит новый ствол с патроном. При этом перемещение стреляющего ствола гильзы своей за краиной входит в зацепы на затыльнике, а торцевой зуб из зубчатого колеса взводит ударник. Как только барабан повернется на одну восьмую часть оборота, ударник соскакивает с торцевого зуба, и, снова бьет побойку, который в свою очередь разбивает капсюль в патроне подошедшего ствола. В это время первый стреляющий ствол стоит на месте ведущего, и, точно так же за счет давления газов на дно его комора начинает двигаться вперед, и, вверх, оставляя при этом гильзу в зацепах затыльника. Длина хода ствола равна 50 мм. Барабан стволов совершает новый поворот на одну восьмую, и, перемещающийся при этом стреляющий ствол, выталкивает гильзы с полости пулемета. Движение ленты в оружии осуществляется наружным зубом зубчатки, а расположенный сверху ее досылатель с винтовой поверхностью при вращении барабана постепенно выталкивает патрон из ленты вперед на 30 мм, а стреляющие стволы, двигаясь роликами по копированному пазу, возвращаются назад, и, надеваются на патрон. При освобождении гашек и ударник становятся на боевой взвод, и, стрельба останавливается. На испытаниях заявленный темп стрельбы в 3 тысячах трехстых выстрелов в минуту был достигнут лишь дважды. Реальный зафиксированный многократно темп стрельбы составил 1760-2100 годы выстрелов в минуту. По кучности пулемет Сластина также уступил станковому пулемету Горюновой СГ-43 образца 1943 года в шесть раз. Но при этом было замечено, что для оружия шквального огня можно допустить такое рассеивание пуль, так как при этом плотность огня из него все же достаточно велика. В мае 1949 года проводились последние испытания макета восьмиствольного пулемета Сластина под патрон 14,5 на 114 мм. Его в частности планировалось использовать в качестве зенитного на разрабатываемом тогда тяжелом танке ИС-7. Автоматика отличалась от предыдущей конструкции тем, что блок стволов при помощи задней муфты и передней обоймы собран в жесткую конструкцию без возможности продольного перемещения стволов. А вращение блока стволов происходило при откате ползуна с газовым поршнем стреляющего ствола, который своим роликом взаимодействует с копирным пазом колодки и хомута. В процессе проведения стрельб выявились два основных недостатка 14,5 мм образца, нецентральный накол капсюля, связанный с трудностями торможения массивного блока стволов, и поперечные разрывы гильз из-за особенности конструкции узла запирания, отсутствия затвора, при использовании чрезвычайно мощного патрона 14,5 на 114 мм. Доработать пулемет без кардинального изменения всей конструкции так, и, не удалось. И, на этом история восьмиствольных пулеметов с Ластина закончилась.